Привет, меня зовут Саша Алиева, и мы с тобой продолжаем смотреть партии шедевры. Конкретно сейчас мы с тобой смотрим те партии, которые сыгрались давно, то есть около 300 или даже больше лет назад. Мы с тобой посмотрим партию, которая сыгралась в 1795 году. Белыми играл шахматист по фамилии Филидор, с которым мы с тобой уже знакомы и с его творчеством. А черными играл шахматист по фамилии Эдвуд. Мы с тобой будем смотреть эту партию со стороны белых, со стороны победителя. В те времена был очень моден такой дебют, как королевский гамбит. Да и вообще гамбиты в то время были очень мегапопулярны, потому что еще не были развиты так компьютерные анализаторы и движки, и поэтому люди проверяли все эти жертвы на себе, непосредственно в партии. Черные сыграли непринятый королевский гамбит, черные сыграли конь С6, отказались есть пешку. Тогда белые продолжают развитие и выводят коня. Черными Эдвуд сыграл слон С5, подчеркнул, что рокировку сделать он нам не даст. И они готовятся провести удар в центр, сходить Д4. Черные сыграли Ф6, это не самая лучшая идея поддержать пешку Е5, можно было бы и другими ходами, например, ходом Д6. Ход Ф6, он плох по нескольким причинам. Во-первых, черные отняли любимое место у коня, теперь непонятно куда его выводить. То ли на край доски, то ли на Е7, где он будет стоять, конечно, не так круто, как на Ф6. Ну а во-вторых, этим ходом черные ослабляют белую диагональ, и у черных король уже стоит не так безопасно. Мы играем слон С4, что подчеркивает слабость белых полей у черных. Черные выводят коня, и Фелидор тут не торопится выводить легкие фигуры. Фелидор сыграл Ферзь Е2. Да, ход немножко странноватый, но Фелидор тем и славился своими не весьма логичными ходами, но зато красивыми, зато по-человечески красивыми ходами. Ферзь встал напротив черного короля, чтобы, если что, если вскроется вертикалье, то быть наготове. Черные сыграли Д6, и черные собирались вывести своего слона, и наверняка хотели поставить связку белым. Белые защитились от этого хода путем Ф5, перекрыли черного слона. Тогда черный слон вышел более пассивно, слон Д7. Далее белые начинают свое наступление на ферзьевом фланге. На королевском фланге у белых уже получилось занять пространство. Теперь занимает Фелидор пространство с левой части на ферзьевом, Б4, напали на слона. После хода Б4 черные отходят слоном. Фелидор создает угрозу поймать слона. Давай мы с тобой попробуем найти этот ход. Поставь, пожалуйста, видео на паузу и найди, как Фелидор, каким ходом он создал угрозу поймать черного слона. Как найдешь, то продолжай смотреть видео, будем проверять. Да, абсолютно верно, белые сыграли А4 с угрозой пойти А5. Черный, игравший эту, заметил эту угрозу, сыграл А6. Тогда Фелидор играет Д3 и освобождает дорогу своему чернопольному слону. Далее черные сыграли Ж6. Это очень смелый ход. То есть черные готовы вскрыть позицию, даже при условии, что у них король у самих в центре. Мы есть не будем. Почему? Потому что у нас у Фелидора пешка Ф5 очень классно стоит на территории соперника. Меняться нам невыгодно. Мы поддержим эту пешку ходом Ж4. А черные все-таки хотят подорвать Н5. Хотят подорвать нашу пешечную цепочку. Опять-таки мы не едим, мы не помогаем черным открыть вертикаль Н. Нет. Фелидор идет дальше. Ж5. После хода Ж5 вскрытие вертикали уже невозможно. И лучше будет у того шахматиста, оппонента, у которого фигуры стоят активнее. В данном случае это фигуры белых, фигуры Фелидора. Далее. Черные съедают пешку на Ф5. А белые съедают пешку на Ф6. Она будет полезнее. Эта пешка проходная. Она как заноза в пальце в лагере черных. Конь отошел. И после хода слон Ж5 у белых стойкий перевес. Этвуд сыграл ход Ф8 и сдался. Вот это тоже такой момент, что раньше считалось нормальным сделать ход и только потом уже сдастся. То есть не проверять своего соперника, не проверять его на мастерство реализации выигранной позиции. В наше время, конечно, принято играть до конца, чуть ли не до мата. Давай подумаем, почему же черные могли тут сдастся, что им могло не понравиться. Ход слон Ж5 несет в себе такую угрозу, как пойти Ф7 и при помощи вскрытого нападения выиграть ферзя черных. Но черные это заметили и отошли своим ферзем на Ц8. Тем самым они и спасли своего ферзя. Однако позиция все равно будет грустная, потому что также белые могут сыграть Ф7. И после этого шаха ход у черных единственный, только на Ф8. И позиция сама по себе грустная, так как черные без рокировки. И на этом атака белых не заканчивается. Белые будут продолжать приводить фигуры и приводить. Ну например, есть такой интересный ход слона Ф6. Если ладья отойдет на А7, у нас еще и конь с темпом подключится. Если ладья отойдет на А6, я бы все равно поставила коня на Ж5. Потому что вот этот король черных, он так и напрашивается на то, чтобы мы ему объявили мат. Так как король черных находится в матовой сети, и у него абсолютно нет ходов. Партия получилась супер короткая, всего 14 ходов. В мире шахматистов считается, что если ты выиграл партию менее чем за 20 ходов, то это прямо-таки вершина шахматного мастерства. Думаю, что и мы с тобой тоже начнем рано или поздно выигрывать партии менее чем за 20 ходов. С учетом того, что будем разбирать партии-шедевры, партии-классиков и не только. Спасибо тебе за то, что был вместе со мной на разборе этой партии. Увидимся в следующих партиях, в следующих разборах. Пока-пока.